так кисточка номер два рисунок ромашка пишу я темперной красочкой просто мысленно вставляем серединку цветка и вокруг коротенькими ласками теперь вот это вот листики я не знаю так и оставлю ну скорее всего нет конечно меня просто красочка осталось на тут вот такие подмалевочки сделаю серебристые а там будет видно очень декоративно смотрятся так прогоню везде так эти как блестит так и здесь стеки сделаю неплохо смотрится еще можно такие вот сатиновые всякие краски сейчас продаются всяких оттенков вот очень декоративно смотрятся это акриловая краска кстати для разживки вообще классно для матрешек я надеюсь под лаком она не потеряется вот такой красивый эффект подмалевки на подсолнухе нарисовала темперной краской желтой а теперь хочу вот такой вот золотистый еще раз прогнать не знаю получится ли нет красиво с таким блеском я думаю что да потом еще можно декорировать чем вот так вот по периметру платка подсолнухи теперь вот так прогоняю все тонкой кистью так это какая красочка сейчас покажу вот акрил gold metallic в общем золотистой красочкой прогнала вот тут кокошник так свет не дает увидеть вот сейчас видно да что подблескивает вот все вот это кокошник с отливом будет вот это все будет с отливом с таким с проблесками уже какой-то декоративного вот цветки подсолнуха разживку я делаю темной зеленой краской во первых хорошо подходит и к желтому и как бы красный усиливает зеленый и наоборот да в общем очень декоративно красиво смотрится серединку я не стала прокрашивать я вот так сделала просто решеточку потом еще внутри решетки можно поставить такие капушки ну посмотрю еще буду коррегировать если мне что-то не понравится сейчас показываю каким образом я оживляю цветочек подсолнуха ну вот тут сначала ставлю такой кружочек решеточку как бы достаточно и каждый листик вот так я уже разживляла черным но вот темно-зеленым намного красивее опять же повторяюсь потому что красный хорошо подходит к зеленому темно-зеленую краску я получила путем смешения не обязательно все краски покупать очень многие краски можно просто получить путем смешения пример коричневую краску вообще не стоит покупать взял намешал красный и зеленый к примеру да вот пожалуйста уже коричневая темную зелень тоже не надо покупать достаточно смешать черную например и желтую получится травяная черная такая темная зелень вот такой подсолнушек и он так вот а отблескивает видите это из-за вот этой вот золотой красочки прекрасная цветочек получается листики подсолнуха начнем вот так с ведущей там вот так вот они такие лопастые так и вот так и вот такими движениями оживочка листа просто структуру вот так сделаю все достаточно внутри потом можно оживить чем-нибудь второй листик тоже сюда пошел так 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 перец краска акриловая и И третий сюда. Вот такие три листочка. Теперь ведущие линии вот так, куда-нибудь раз. Куда-нибудь сюда. Так, куда-нибудь сюда. Сюда, 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 сюда. Текстиль, маркер, перлин. Можно вот так. Серебристый цвет. Такой серебристый пастель бляу. Это значит слегка такой голубоватый. И так типа семечки сделать. Можно еще по кругу прогнать. Очень декоративно. Классно смотрится. Вот так. Опять берем жидкие перлы. И так далее. Теперь можно вот так с листа листики украсить. пастель блядь. Теперь он тут как бы заиграл. пастель блядь. Пастель блядь. И так. Пастель блядь. Пастель блядь. poggrіщи? Пастель блядь. Т reason. Пастель. ватки если у вас нет ватки можете вот этой от вот такой вот штучки для протирания лица оторвать наконечник необходимо наслюнявить и потом уже начать крутить на нее тычок все готово и вот так хорошо хорошо закрепить напоминаю вот для этих дел для разживки вот эти точечки можно сделать альтернативы так я возьму кусочек картона чтобы наглядно показать вот у меня краска акриловая я ее беру на палитре и вот так вот на палитре прокручиваю и вот такие вот получаются тычки если хотите все маленькие сделать тычок вообще снимите какую-либо ватку и просто вот тут остался кусочек ватки просто кончиком вот такой кисти можно делать или или кисти или вот спицы вот такие мелкие совершенно мелкие вот такие точки эффект тот же самый не надо ничего экстра покупать я просто уже стала сделать потому что у меня были эти да жидкие бисер и карандаши посмотрите ничуть не хуже получается в общем вот такой совет вот так вот